Пембролизумаб 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 Выживаемости без прогрессирования также показывают достоверное преимущество со снижением риска прогрессии почти на 30% в этой категории больных. Надо сказать, что это первое исследование, которое показало статистически и клинически значимое улучшение выживаемости при назначении одевантной терапии у больных светлоклеточным, почечноклеточным раком. И это преимущество наблюдалось во всех подгруппах пациентов, поэтому, наверное, пембролизумаб будет применяться в качестве одевантной терапии, в отличие от всех других предыдущих исследований, когда мы исследовали сунитениб и разные другие препараты, все они не показали такой эффективности. Следующее исследование, на котором я хочу остановиться, это комбинация двух иммуно-онкологических препаратов, ингибитера PD-1-нивумаба и CTLA-4-ипиливумаба. У пациентов в первой линии терапии медсатического светлоклеточного рака почки долгосрочные результаты уже восьмилетние наблюдения. По сравнению с унитенибом комбинация, вы знаете, показала достоверное увеличение показателей в основном общей выживаемости в группе пациентов с промежуточным и высоким риском, хотя в исследовании, как исследовательская группа, были включены и пациенты с благоприятным прогнозом. И вот вы видите характеристику пациентов в зависимости от локализации метастазов, это пациенты с метастазами в печень, с костной метастазой, легочной метастазой и группы прогноза. Как мы видим, во всей подгруппе пациентов было получено статистически достоверное увеличение общей выживаемости при сроке наблюдения 90 плюс месяцев, это 7,5 лет, почти 8 лет, достоверное увеличение показателей общей выживаемости в группе во всей когорте больных и в группе промежуточного и плохого прогноза. Но что интересно, что и в группе благоприятного прогноза мы также видим достоверное увеличение показателей общей выживаемости, хотя эта группа, как мы говорим, не таргетная популяция пациентов в этом исследовании, тем не менее и в этой популяции можем рассчитывать на улучшение показателей общей выживаемости. Показатели выживаемости без прогрессирования при оценке исследовательской и независимой комиссии, также в IT-тип популяции, во всей популяции, включенных в исследование пациентов, показывают достоверное улучшение показателей выживаемости без прогрессирования. В группе промежуточного и плохого прогноза это достоверные различия, в группе благоприятного прогноза мы не видим достоверных различий в отношении выживаемости без прогрессирования. Однако, как я уже сказал, показатели общей выживаемости говорят о том, что эта комбинация может быть использована и у отдельных пациентов в группе благоприятного прогноза, хоть это и не является на сегодняшний день стандартом. Мы видим, что длительность ответа при использовании комбинации двух иммунологических препаратов может быть очень и очень большой. При сроке наблюдения 90 месяцев у 50% больных, в группе промежуточного и плохого прогноза мы видим продолжающийся ответ на лечение. И в группе благоприятного прогноза этот процент меньше, тем не менее можно рассчитывать на очень длительные ответы. Если посмотреть на частоту ответов, частоту полных ответов, вы видите, что 12% в общей популяции получавших НИВА-ИПИ и только 3% у пациентов, которые получали СУНИТИНИБ. Эффективность комбинации была лучше вне зависимости от локализации метастазов, чем СУНИТИНИБ, поэтому нет такой локализации, где СУНИТИНИБ показал себя лучше, чем комбинация НИВА-ИПИ. И основной вывод этого исследования говорит о том, что отдаленные результаты уже при стройке наблюдения 8 и более лет говорят об эффективности данной комбинации, о ее безопасности. Нежелательные явления при отдаленном наблюдении также не увеличивались. Этот слайд не показал, чтобы сократить время. И хотя частота отмены лечения из-за нежелательных явлений иммуно-онкологических довольно высока, тем не менее те пациенты, которые отвечают на это лечение, у них можно рассчитывать на достаточно длительный ответ. И, наверное, это самый длительный ответ среди всех исследований в лечении метастатического рака почки. Еще одна комбинация НИВА-ИПИ, Кабазантиниб, также был произведен апдейт результатов этого исследования, ЧЕКМЕ-9Р, уже 55 месяцев наблюдения. Мы видим, сохраняется преимущество выживаемости без прогрессирования в два раза увеличение выживаемости без прогрессирования и сохраняется преимущество в отношении общей выживаемости с высокой частотой объективного ответа, превышающей 13% пациентов, которые получали комбинацию НИВА-УМАП-Кабазантиниб. Причем, опять же, при всех локализациях метастазов мы видим достоверное увеличение показателей выживаемости и более высокую частоту ответа по сравнению с унитенибом. Профиль безопасности соответствует предыдущим наблюдениям, никаких новых побочных явлений зарегистрировано не было, и что важно, что результаты оценки качества жизни, связанного со здоровьем, соответствовали предыдущим исследованиям и были лучше в группе комбинаций, чем у пациентов, которые получали сунитениб. В этом году был также озвучен подгрупповой анализ эффективности еще одной комбинации, комбинации пембролизумаба с ленвотенибом, это третья фаза исследования КЛИР. И задачей под анализы этого исследования было определение влияния суммы таргетных очагов, то есть объема опухолевой нагрузки, на результаты лечения. Надо сказать, что эта комбинация по частоте ответов показала себя как самая эффективная. Вы видите, что суммарная частота ответа достигла 71% во всей популяции пациентов. Самая высокая частота ответов, общая выживаемость медиана составила почти 54 месяца. И вот четыре категории в зависимости от размера таргетных очагов до 34 мм, от 34 до 60, от 60 до 100 и больше 108 мм. Совершенно закономерно, что те пациенты, у которых распространенность заболевания меньше, имели лучшие показатели общей выживаемости, чем пациенты с большими размерами суммы таргетных очагов, определяемых изначально на старте исследования. Также мы видим, что в отношении выживаемости без прогрессирования пациенты с меньшей суммой таргетных очагов обладали лучшими показателями выживаемости без прогрессирования. Но это понятно. Если мы говорим в процентном соотношении об уменьшении размеров опухоли, то 1 см при опухоли 3 см – это 30%, при опухоли 10 см – это 10%. Соответственно, частота достижения объективного ответа, частота полных ответов – естественно, всё это намного выше, все эти показатели у пациентов с меньшими размерами опухоли. Но и здесь как раз мы видим, что хуже всего – это пациенты с размером таргетных очагов более 108 мм, то же самое в отношении объективного ответа. Как я уже сказал, полный ответ – 29,6% у пациентов с размером менее 34 мм, и только 2,5% у пациентов с размером более 108 мм суммы таргетных очагов. Но опять же, это процент, поэтому понятно, что пациенты с большим объёмом реже достигают полного ответа. Таким образом, в исследовании КЛИР при длительном периоде наблюдения были показаны преимущества выживаемости без прогрессирования, общей выживаемости и частоты объективного ответа в группе линвотениба и пембролизумаба, независимо от исходных размеров опухоли. И результаты подтверждают место комбинации в первой линии терапии больных распространённым почечным лечным раком вне зависимости от исходных размеров опухоли. И, конечно, мы можем рассчитывать на лучший ответ у пациентов с меньшей опухолевой нагрузкой. Ещё одно интересное исследование. К сожалению, препарат Безултефан пока ещё не появился в России и в Узбекистане, и в Белоруссии, я думаю, тоже. Исследование LightSpark 005 сравнивало эффективность Безултефана с эффективностью Веролимуса у пациентов, которые уже получили иммунотерапию, пациенты, которые получили антиангиогенную терапию ингибиторами тирозинки НАЗ. И уже было доложено, что Безултефан обеспечивает лучшие показатели выживаемости без прогрессирования, более высокую частоту объективного ответа, но не было оценено качество жизни. И на основании опросников, которые заполняли пациенты, в этом году были представлены результаты оценки качества жизни исследования LightSpark 005, хотя уже Безултефан зарегистрирован как опция лечения у пациентов, которая прогрессирует после двух-трёх линий системной терапии. Дизайн исследования LightSpark 005, пациенты, которые получили анти-ПДПДЛ-1 терапию, и одну или более линий VGF-таргетной терапии, сравнивались две группы, получающие пациенты Безултефана и Веролимус, и вы видите достоверное увеличение беспрогрессивной выживаемости. И тенденция, пока ещё тенденция, поскольку Hazard Russia пока 0,88, тем не менее кривые убедительно расходятся, и на основании этого Безултефан уже зарегистрирован как опция лечения этой категории пациентов. Частота ответа колоссально различалась. Вы видите, частота объективного ответа, с учётом того, что пациенты уже получили и анти-ПДЛ-1 терапию, и антиангиогенную терапию, объективная частота ответа 22,7%. Даже полные ответы зарегистрированы были 3,5%, но самое главное, что время до ухудшения состояния, оно было определённо на основании опросников, которые заполнялись самими пациентами, было достоверно дольше у пациентов, которые получали Безултефан по сравнению с пациентами, которые получали Эверолимус. Поэтому Безултефан ассоциирован с значительно более длительным периодом времени до подтверждённого ухудшения общего состояния, и наряду с улучшением показателей выживаемости и объективного ответа эти данные поддерживают преимущество Безултефана у пациентов с метастатическим почечно-клеточным раком после предшествующей терапии ингибиторами чекпоинтов и антиангиогенными препаратами. Ещё одно интересное исследование, опять тут немножко разъехался слайд, не знаю почему, это сравнение двух форм неволумаба. Введение стандартное, внутривенное и подкожное введение неволумаба. В этом исследовании сравнивалась эффективность. Мы видим, что среднее время подкожной инъекции неволумаба было менее 5 минут, внутривенного введения 30 минут, частота местных реакций всего 80%, все реакции были лёгкой степени и кратковременные, и все вторичные, конечные точки исследования были достигнуты. Поэтому в нашем распоряжении, наверное, появился новый путь введения неволумаба, он будет экономить ресурсы медицинских учреждений, поскольку это можно делать амбулаторно практически, подкожное введение, не обязательно пациента даже приводить в крупную клинику, это можно сделать и в амбулаторном центре амбулаторной помощи. Очень коротко, роль циторедуктивной нефректомии был проведён ещё один очень крупный метаанализ, более 2000 пациентов, включающих 8 ретроспективных исследований, 1264 пациента подверглись циторедуктивной нефректомии и дальше получали терапию ингибиторами контрольных точек иммунного ответа в комбинации с тирозенкиназным ингибиторами. И более 1000 пациентов получали только лекарственную терапию. В целом исследование показало лучшие показатели общей выживаемости в группе больных, которые были подвергнуты циторедуктивной нефректомии. Поэтому, конечно же, мы ждём ещё дополнительных результатов исследования. Раскрою маленький секрет, Илья Тимофеев, Илья Валерьевич пытаются инициировать у нас внутрироссийское исследование Кармена-2 или Карменита, где мы тоже хотим посмотреть на популяции наших российских пациентов, насколько циторедуктивная нефректомия действительно влияет на судьбу пациентов, поскольку этот вопрос не перестаёт будоражить сердца и медицинских онкологов, и хирургов. Ну и два слова о несветлоклеточном раке почки. Крайне важное исследование Кенот-Би-61, куда были включены пациенты с несветлоклеточными вариантами почечноклеточного рака. Пациентам назначалась комбинация пембролизумаба с ленвотенибом, такая же, как в исследовании у пациентов со светлоклеточным раком почки, те же дозировки, всё то же самое. И посмотрите, какие результаты были получены. Самая неблагоприятная кистологическая форма несветлоклеточного рака почки, при которой мы практически не видим никаких ответов ни на какую терапию, то хромофобный рак, в этом исследовании мы видим 28% частота объективного ответа. Частичный ответ, но тем не менее, 28%, если посмотреть на кривые выживаемости, выживаемость без прогрессирования, общая выживаемость, то понятно, что комбинация пембролизумаба с ленвотенибом является универсальной и может быть назначена пациентом с любым морфологическим вариантом почечноклеточного рака. Я не знаю, нужно ли нам будет брать в будущем биопсию, если мы назначаем, Елена Владимировна скажет, что она думает, или не нужно, но эта комбинация может быть назначена до получения морфологического исследования. Иногда бывают задержки именно с получением окончательного ответа. Пациенты могут за это время очень быстро прогрессировать, и назначение этой комбинации как раз в таких случаях является, на мой взгляд, оправданным, так как перекрывает все возможные варианты. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Василий Борисович. Спасибо. 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 Спасибо.